Беседа, семьдесят восьмая, Евангелие от Иоанна, шестнадцатая глава, четвертого по шестой стихи. Но я сказал вам сие, для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Велика сила печали, и много нам нужно мужества, чтобы с твердостью противостать этой душевной болезни, извлекая из ней пользу, так как и в ней есть нечто полезное. Именно только тогда хорошо печалится, когда мы или другие грешим. А когда мы впадаем в обыкновенные человеческие несчастья, тогда печаль бесполезна. Потому тогда печаль поразила и учеников, как людей еще несовершенных. Смотри, как исправляет их упреком. Прежде они обращались к нему с множеством вопросов. Так и Петр говорил, куда идешь? Иоанна 13, 36. И Фома, не знаем, куда идешь, и как можно узнать путь? И Филипп, покажи нам отца твоего, 14, 5, 8. А теперь, услышав, что изгонят вас из синагог, и будут убивать вас, и будут думать, что тем служат Богу, так упали духом, что даже объяты были нематою, и уже ничего ему не говорят. Вот в этом он и укоряет их, говоря. Но я сначала не говорил вам о том, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Действительно, опасна неумеренная печаль, опасна и может довести до смерти. Потому и Павел говорил, чтобы при множестве скорби не были мы пожраны и ею. 2 Коринфян 2, 7. Поэтому сначала и не говорил вам, говорит. Почему же не сказал сначала? Чтобы не сказал кто, что он говорил по заключению из многократных прежних случаев. Зачем же приступает он к столь трудному делу? Я знал, говорит он, это и сначала, и не говорил вам не по незнанию, но потому что с вами был. Опять и это сказано, человекообразно. Как бы так, говорит. Вы были в безопасности, и вам можно было спрашивать всегда, когда вы хотели. Вся война воздвигнута была против меня, и потому излишне было говорить об этом сначала. Но уже ли действительно он этого не говорил? Не сказал ли он, призвав 12 учеников? Поведут вас перед владыками и царями, ведены будете, и в синагогах будут бить вас? Матфея 10, 18. Как же теперь говорит? Сначала же не говорил. Тогда он предсказывал только удары и ведения на суд, а не то, что их смерть будет казаться столь вожделенную, что убиение их станет даже считать о заслужении Богу. А между тем это особенное могло устрашить их, что их будет судить как нечестивцев и людей вредных. К этому нужно прибавить и то, что там он говорил о страданиях, которые они должны были претерпеть от язычников. А здесь с особенной силой сказал еще и о гонениях иудейских, и показал, что они уже при дверях. Ныне же иду, и никто из вас не спрашивает, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Немало они получили отсюда утешение, узнав, что ему известна чрезмерность их скорби. Они были в крайнем смущении от страха разлуки с ним и от ожидания имеющих постигнуть их бедствии, так как не знали, будут ли в силах мужественно перенесть их. Но почему он не сказал им об этом после, когда они уже удостоились духа? Чтобы ты знал, что они были весьма добродетельны. Если, не удостоившись еще духа, они не отпали, несмотря на то, что погружены были в скорбь, то подумай, какими имели быть они, сподобившись благодати. Если бы они тогда услышали и перенесли, мы все приписали бы духу. А теперь это всецело плод их души и ясное доказательство любви ко Христу, проистекавшей из одного их сердца. Но я истину говорю вам лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Стих седьмой. Смотри, как он опять утешает их. Не то, говорит я, возвещаю вам, что приятно для вас. Но хотя вы и крайне печалитесь, однако надо бы на высушить полезное. Вам хотелось бы, чтобы я остался. Но полезно иное. А кто заботится, тому свойственно не щадить друзей, когда дело идет о их пользе, и не отвлекать их от того, что для них выгодно. Что скажут здесь, не имеющие надлежащего понятия о духе? Уже ли лучше, чтобы отошел Господь, а пришел раб? Видишь ли, как велико достоинство духа. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он пришед обличить мир о грехе, и о правде, и о суде. То есть, если он придет, враги, поступая так, не останутся без наказания. Конечно, и того, что уже сделано, достаточно, чтобы заградить им уста. Но когда через него явлены будут те же дела, когда и учение будет предложено совершеннейшее, и чудеса совершены еще больше, тогда они гораздо более подвергнутся осуждению. Так как будут видеть, что все это совершается во имя Мое. Чем еще очевиднее доказывается воскресение. Теперь они могут еще говорить, он сын плотника, мы знаем его отца и матерь. Но когда увидят, что смерть разрушается, зло истребляется, исправляются недостатки природы, прогоняются демоны, непростительно. И о правде, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. Стих десятых. То есть, что я вел жизнь безукоризненную, а доказательство этому в том, что я иду к Отцу. Так как они всегда в обвинении Его говорили, что Он не от Бога, и потому называли Его грешником и беззаконником, то Он говорит, что Дух отнимет у них и этот предлог к обвинению. В самом деле, если потому являюсь я беззаконником, что они думают, будто я не от Бога, то когда Дух покажет, что я отошел к Богу, и не на время, но с тем, чтобы пребывать там, это именно и значат слова, и более не увидите Меня. Что скажут они тогда? Смотри, как этими двумя изречениями опровергается их злое предположение. Ведь и творить чудеса не свойственно грешнику. Потому что грешник не может творить чудес, и всегда быть у Бога также не свойственно грешнику. Следовательно, вы уже не можете говорить, что Он грешник, что Он не от Бога, а судей же, что князь мира сего осужден. Здесь опять возобновляет речь о правде, так как Он победил противника. Если бы Он был грешником, то не победил бы, потому что этого не мог сделать никто, даже из людей праведных. А что дьявол осужден через Меня, это узнают те, которые впоследствии будут попирать Его. И ясно увидят Мое воскресение, которое служит знаком Его осуждения, так как Он не мог удержать Меня. Значит, и то, что говорили, будто я беса имею, и будто я обманщик. И это окажется тогда ложным. Я не победил бы Его, если бы я был повинен греху. Теперь же Он осужден и низвержен. Еще многое имею сказать Вам, но Вы теперь не можете вместить. Значит, лучше мне отойти, если Вы в состоянии будете разуметь тогда, когда я отойду. Что же? Разве Дух больше Тебя, что теперь мы не можем уразуметь, а Он даст нам возможность уразуметь? Уже ли Его действие сильнее совершения? Нет. И Он будет говорить Мое, поэтому и прибавляет. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит Вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит Вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит Вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит Вам. Стихи 13-15. Так как Он сказал, что Дух Вас научит и воспомянет и утешит Вас в скорбях, чего Сам Он не сделал, и что лучше мне отойти, а Ему прийти, что теперь Вы не можете разуметь, а тогда будете иметь эту возможность, и что Он наставит на всякую истину, то чтобы, слыша это, они не подумали, что Дух больше и не впали в крайнюю глубину нечестия, Он говорит, от Моего возьмет. То есть, что говорил Я, то и Он будет говорить. А словами «ничего не будет от Себя» дает разуметь, что Дух не будет говорить ничего противного, ничего отличного, сравнительно с Моим. Следовательно, как говоря о самом Себе, от Себя не говорю. 14-10. Разумеет то, что Он не говорит ничего не принадлежащего Отцу, ничего такого, что было бы отлично и чуждо, так точно и о Духе. А выражение «от Моего» значит «из того, что Я знаю, от Моего знания». Одно знание у Меня и у Духа, и грядущее возвестит Вам. Этим Он ободрил их души, так как ни к чему столько не склонен человеческий род, как знание будущего. Об этом они постоянно спрашивали, куда идешь, какой это путь. И так, чтобы избавитесь и от этой заботы, Он говорит, что предвозвестит Вам все, чтобы ничто не постигло Вас нечаянно. Он Меня прославит. Чем? Тем, что во имя Мое совершит знамение. И так, как ученики по пришествии Духа имели совершить большие чудеса, то, чтобы опять им выставить равночестие с Духом, Христос говорит, Он Меня прославит. Ну, а какой говорит Он? Всякой истине. Когда свидетельствует, что Он ставит нас на всякую истину, сам Христос часто не говорил о себе ничего великого. И явно не отступал от закона. И потому, что был облечен плоти, для того, чтобы не подумали, что Он говорит сам о себе. И потому, что апостолы еще неясно знали о Его воскресении. И были еще несовершенны. А также и по причине иудеев, чтобы не дать им повода думать, будто они наказывают Его, как законопреступника. Когда же впоследствии ученики отделились от иудеев, и иудеи были уже отвергнуты. Когда многие имели уверовать и получить отпущение грехов. Когда уже другие говорили о Нем, а не сам Он, о себе, тогда справедливо было сказано великое. Не моему, значит, неведению, говорит Христос, надо бы приписать то, что я не сказал, всего, что следовало сказать, но немощи слушателей. Поэтому, сказав, наставит на всякую истину, добавляет, ибо не от себя будет говорить, а что Дух не нуждается в научении. Послушай, что говорит Павел. Так же и Божий никто не знает, кроме Духа Божия. 1 Коринфянам 2.11 Следовательно, как Дух человека знает не по научению от другого, так и Дух Святой. От Моего возьмет, то есть будет говорить согласно с Моим Словом. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Если же Отче Мое, а Дух будет говорить от принадлежащего Отцу, то значит, Он будет говорить от Моего. 523. Но почему же не пришел прежде отшествия Христова? А потому что тогда проклятие не было еще уничтожено, грех не был еще истреблен. Все еще были повинны наказанию, поэтому Он и не пришел. Надо, говорит Христос, чтобы наперед вражда была уничтожена, и вы примирились с Богом, и тогда уже получили тот дар. Но почему, говорит, пошлю его? Это значит, предуготовлю вас к принятию его. Разве же возможно посылать того, кто вездесущ? С другой стороны, Он этим показывает и различия ипостаси. Все же это говорит так по следующей причине. Так как ученикам тяжело было разлучиться с ним, то этим Он убеждает их и держаться Духа, и чтить Его. Он мог, конечно, и сам делать то же, что Дух, но предоставляет Ему творить чудеса, чтобы они познали Его достоинство. Как Отец мог создать все существующее, однако же творить Сын, чтобы мы познали Его могущество? Так точно и здесь. Для того Сын и воплотился, чтобы предоставить действие Духу, и через то заградить уста тем, которые доказательства неизреченного человеколюбия обращают в повод к нечестию. В самом деле, они говорят, будто Сын потому воплотился, что Он ниже Отца. Но мы ответим им, что же вы скажете о Духе? Ведь Он не принял плоти, и однако же вы не говорите на этом основании, что Он больше Сына, или что Сын ниже Его. Потому-то и при крещении воспоминается Троица, хотя и Отец все может сделать, и Сын, и Святой Дух. Но так как об Отце никто не сомневается, сомнение же было о Сыне и Духе Святом, то и принято Троица с тайной действией, что по общению в подаяние тех неизреченных благ мы познали и общение в достоинстве. А что Сын и сам по себе может то, что совершает с Отцом в крещении, равно как и Дух Святой. Послушай, как ясно об этом сказано. Так Христос говорил иудеям, «Да узнаете, что имею власть, Сын человеческий, на земле отпущать грехи» Марка 2.10. «Я 5, да будете сынами света» Иоанна 12.36. «И я имею жизнь вечную и даю им» Иоанна 10.28. «И потом еще, да живит, говорит, имеют с излишеством жизнь, с избытком» Иоанна 10.10. Посмотрим теперь, как то же самое совершает и Дух. Где это можно видеть? «Каждому, говорит, дается явление Духа на пользу» 1 Коринфян 12.17. «И кто дарует это, то тем более отпускает и грехи» И опять Дух, который оживляет Иоанна 6.63 «И оживотворит живущим Духом вас» Римлянам 8.11. «И Дух живет правду ради» Римлянам 8.10. «И еще, если же Духом вводитесь, то вы не под законом, ибо не приняли Духа рабства или боязнь, но приняли Духа усыновления» Римлянам 8.15. «Да и все чудеса, какие тогда творили апостолы, творили по действию пришествия Духа». И в послании к Коринфянам Павел говорил, «Намылись, насветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» 1 Коринфянам 6.11. Итак, по елику об отце многое слышали, а сына видели многое совершающим, а духи же ничего ясно не знали, что Дух Святой творит чудеса и вводит совершенные знания. Но чтобы на этом основании они не стали считать его, как я и прежде сказал, большим, говорит, «Все, что услышит, скажет и грядущее возвестит». Если же это не так, то не должны ли вы будете допустить нелепости, будто только тогда должен был услышать и ради учеников? Ведь, по вашему мнению, он и тогда должен был получить знания только ради слушателей. «А что может быть беззаконнее таких слов?» С другой стороны, чтобы он мог и услышать, не все ли он сказал уже через пророков? Если он должен был учить об упразднении закона, это уже было сказано. Если о Христе, о его божественной домостроительстве, спасении, и это уже сказано. О чем же еще? И с большей ясностью он должен был сказать впоследствии, «И грядущее возвестит». Этим в особенности показывает его достоинство, так как предсказывать будущее преимущественно свойственно Богу. А если бы и это узнавало других, то не имел бы ничего более в сравнении с пророками. Но здесь обнаруживает совершенное знание, какое свойственно Богу, так как невозможно, чтобы он говорил что-нибудь иное. Выражение же «от моего возьмет» значит или «от дарования, которое произошло вплоть мою», или «от знания, которое я имею». Но не потому, чтобы он нуждался или научался от другого, а потому, что знание одно и то же. Почему же сказал так, а не иначе? Потому что апостолы еще не знали учения о духе. поэтому он заботился только об одном, чтобы они уверовали в него и приняли его и не соблазнялись. Так как он сказал «один у вас учитель, Христос» в Матфея 23.8 то, чтобы они не подумали, что окажут ему прислушание, веруя Святому Духу, он говорит «моё и его учение одно и то же». Откуда я должен был заимствовать мое учение? Из того же источника», и он будет говорить «не думайте же, что его учение иное. И оно мое, и увеличивает мою славу, одна воля Отца и Сына и Святого Духа. Это же он желает видеть и в нас, говоря, «да будут едины, как и ты, и я едины». Иоанна 17.22 Страница 525 Ничто ведь не может сравниться с единомыслием и согласием. При этом и один бывает равен многим. Если, например, будут единодушны два или десять, то один уже не один, но каждый из них бывает в десять раз больше. И ты в десяти найдешь одного, и в одном десять. Если у них есть враг, он уже нападает не на одного. И бывает побежден так, как если бы нападал на десятерых, потому что подвергается поражению не одного только, но десятерых. Если один обеднел, он не в бедности, потому что имеет достаток в большей части, то есть в девяти, и обедневшая часть, меньшая, прикрывается больше, имеющий достаток. Каждый из них имеет двадцать рук и двадцать глаз, и столько же ног. Не своими только глазами он смотрит, но и глазами других. Не своими только ногами ходит, но и ногами других. Не своими только руками работает, но и руками других. Он имеет и десять душ, так как не только сам о себе, но и другие о нем заботятся. Если бы их было и сто, опять будет то же самое, и сила еще увеличивается. Видишь ли необыкновенную силу любви, как она делает одного непобедимым и многочисленным? При ней и один может быть во многих местах. Один и тот же и в Персии, и в Риме. Чего не может сделать природа, то может любовь. Одну частью он будет здесь, а другую там, или лучше он весь здесь и весь там. А если он имеет тысячи друзей или две тысячи, то подумай, насколько еще увеличится его сила. Видишь ли, какое умножение производит любовь? Чудно в самом деле то, что из одного она делает тысячу. Для чего же мы не приобретаем этой силы и не утверждаем себя в безопасности? Любовь лучше власти и всякого богатства. Она дороже здоровья и самого света. Она основание благодушия. Доколе мы будем ограничивать любовь одним или двумя? Возьми себе урок и из противного. Пусть кто-нибудь не имеет ни одного друга, что служит знаком крайнего неразумия, потому что только глупый скажет «Нет у меня друга». Какова будет жизнь его? Хотя бы он был чрезвычайно богат, хотя бы в довольстве и роскоши, хотя бы приобрел бесчисленные блага, он бывает одинок и беспомощен. Между друзьями же не так, но хотя бы они были и бедны, они бывают богаче богатых. Чего кто-нибудь не посмеет сказать сам за себя, то скажет за него друг. Чего не может доставить сам себе, того достигнет через другого и даже гораздо более того. Таким образом, дружба будет для нас основанием всякого удовольствия и всякой безопасности. В самом деле, невозможно потерпеть какое-либо зло тому, кто охраняется столькими оруженосцами. И царские телохранители не так бдительны, как эти. Те охраняют по нужде и страху, а эти по доброжелательству и любви. Любовь же гораздо сильнее страха. Притом царь боится своих стражей, а человек, имеющий друзей, больше надеется на них, чем на себя, и при них не боится никого из злоумышляющих. Будем же приобретать этот товар, бедный, чтобы иметь утешение в бедности, богатый, чтобы в безопасности владеть богатством, начальник, чтобы безопасно начальствовать, подчиненный, чтобы иметь благосклонных начальников. Это повод к снисходительности, это основание кротости, ведь и между зверьми те особенно жестокие и неукротимые, которые не живут стадами. Потому то мы живем в городах и имеем площади, чтобы обращаться друг с другом. Это и Павел повелел, говоря, не оставляйте собрание вашего. Евреям 10.25 Нет ничего хуже одиночества, необщительности и недоступности. Что же скажешь монахи и те, которые заняли вершины гор? И они не без друзей. Они удалились от шума городского, но имеют многих товарищей, единодушных с ними и искренне привязанных друг к другу. Для того они удалились от мира, чтобы достигнуть этого. Так как препирательство о делах производят многие распри, то они, удаляясь от мира, с великим усердием упражняются в любви. Что же скажешь, если кто будет один? Уже ли он имеет бесчисленные друзей? Я желал бы, конечно, видеть, если возможно, чтобы отшельники и жили вместе, но и теперь да будет непоколебима дружба. Ведь не место делает друзьями, и у них есть много почитателей, но их не почитали бы, если бы не любили. Да они со своей стороны молятся о всей вселенной, а это служит величайшим доказательством дружества. Потому то и в таинствах мы лобзаем друг друга, чтобы нам многим быть едино, и о непосвященных совершаем общие молитвы, молимся о больных, о плодах вселенной, о земле и море. Видишь ли, всю силу любви в молитвах, в таинствах, в увещаниях, она причина всех благ. Если мы будем усердно держать все ее, то и настоящее хорошо устроим, и достигнем царствия, которого досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым слава Отцу со Святым Духом во веки веков. Аминь.